Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. В этом ролике я расскажу о невралгии затылочного нерва. Огромное количество вопросов, очень часто спрашивают. И в целом, когда пытаешься, получается, разобраться вот в этой симптоматике головной боли, диагноз получается очень часто – это невралгия затылочного нерва. Итак, как лечить, как с этим справиться, расскажу то, как мы работаем, и уже какой опыт определенный сложился с этой патологией, работы с этой патологией. Во-первых, это боль, которая возникает и вызвана двумя парами затылочных нервов. Выходят они из, получается, позвоночного столба в области второго, третьего позвонков шиного отдела. Боль, как правило, локализована в затылочной области, но очень часто распространяется на боковую поверхность головы, на переднюю поверхность головы и может отдавать даже в глаза. Очень часто есть такая вот определенная сложность в диагностике, и очень часто этот синдром путают, получается, с другими проблемами. Поэтому здесь важна такая четкая диагностика, и все-таки нужно подходить к болевому синдрому очень детально. Чем может быть вызвано? Очень часто спрашивают, что и может являться причиной. Причин действительно много. Они делятся на первичный и на вторичный. Это может быть и какой-нибудь инфекционный процесс, это может быть травма. Травма довольно-таки часто. Это могут быть действительно новообразования, опухоли, какое-нибудь системное заболевание. Чаще всего, чаще всего патология вызвана сокращением мышц. Поэтому накручивать себя сразу не надо, и придумывать себе какие-то там онкологические заболевания головного мозга тоже не надо. Очень частой причиной такой проблемы является именно проблема мышечная. Это всевозможные миофасциальные, мышечно-тонические синдромы, которые ведут к нарушению работы, получается, затылочного нерва. Травм очень много, потому что, ну, очень часто, получается, где-то какое-то падение, где-то какие-то удары головой или по голове. С этим мы действительно очень часто сталкиваемся. Очень часто причиной, может быть, получается, вот эти грыжи шильного отдела, которые тоже приводят именно ради клопатии, получается, к нарушениям корешка. То есть протрузии, они бессимптомны. Они не вызывают никакого, получается, повреждения корешка, сдавления корешка. И, как правило, их винить вот в этой ситуации не нужно. Поэтому не заблуждайтесь. Это именно должны быть грыжи диска. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника также могут вызывать такую симптоматику. Опухоли, как правило, где-то от этого второго-третьего корешка шильного отдела. Также, что может вызывать такое состояние, доказано, это сахмодиабет, что очень часто, особенно у возрастных, получается подагра. Поэтому это тоже будьте внимательны, обращайте на это внимание, собирайте тщательно анамнез. В чем специфика и как выявить эту патологию? Ну, локализацию я вам объясню, то есть где чаще всего и как беспокоит. Ну, соответственно, анатомическому расположению соответствует. Чаще всего это сильная боль, это пульсирующая боль, это жгучая боль, это длительная боль. Вот из практики очень часто путают, получается, с мигренью и с кластерной головной болью. Поэтому вот здесь вот уже есть определенная ассоциация. Бывает односторонний, бывает двухсторонний. И опять же, это все зависит от анатомии, от зоны иннервации и поражения. То есть, с одной и с другой стороны, например, та же грыжа диска с латерализацией вызывает определенную симптоматику. В чем специфика и что легко, и что поможет вам легко выявлять эту патологию? Конечно же, тесты на затылочный нерв, это пальпаторный, не стесняйтесь пропальпировать. Специфика в том, что повышается вот эта вот чувствительность кожной головы и вот в затылочной области. Тоже не нужно лениться, нужно пропальпировать, проверить, проверить чувствительность. Очень часто это все довольно-таки эффективно. Есть тесты, получается, уже из мануальной практики, тоже вот можно ознакомиться. И у кого есть образование, можно использовать. Очень даже эффективные и позволяют более детально определить, получается, сделать даже дифференциальную диагностику, что доминирует. Вот. Мы подошли к лечению. К лечению. В целом, нужно начинать от простого к сложному. Большой процент, получается, вот таких состояний доходит до оперативного лечения. Это вот хирургия, когда выполняется декомпрессия этого нерва. Но там, как и при любом хирургическом вмешательстве, есть свои риски. Поэтому тоже будьте очень внимательны. И нужно все-таки начинать от простого к сложному для того, чтобы действительно убедиться в диагнозе и убедиться в том, что ничего другое не помогает. Начинать нужно с простого. Это физиотерапия и магнитотерапия, лазеротерапия. Это электрофорез с лекарствами очень эффективен. Тепловые, холодовые, вся эта терапия получается, лечение холодом и теплом. Вот основная цель, основная цель в лечении неврологии затылочного нерва – это устранить причину именно. Поэтому вот здесь, если вы правильно не поставите диагноз, не определите точную причину, получается, таких состояний, конечно же, лечение будет неэффективным. Поэтому этим занимаются более опытные врачи. Дальше цель наша получается расслабить мышцы. Это техники после изометрической релаксации, это массаж, другие мануальные практики. Получается тоже очень осторожно, если нету противопоказаний. Вот это очень важно. Помогает воротник шанса, когда вы его нозированно, получается, носите. Облегчение дает ортопедическая подушка. Кинезиотепирование дает тоже облегчение. Если, получается, вот эта начальная практика и с использованием мази неэффективна, мы переходим уже к декаментозной терапии. Препаратами выбора являются мистерольные противовоспалители. Всем знакомые препараты. Целая группа категории и коммерческих, и международных наименований. Китарол, диклофенат, немисулит, ациклофенак, ланоксикам, мелоксикам, ну и куча других. Ну и группа коксиб, которая тоже как бы вот из этого разряда. Будьте очень внимательны. Длительно принимать нельзя. Прикрывать обязательно амепрозолом. Обязательно амепрозол доеда, иначе он неэффективен будет. Поэтому тоже будьте очень внимательны, тоже если нет противопоказаний. Меорелаксанты используются. Это талперезон, тизанидин, баклофенбаклосан и другие. Поэтому тоже довольно-таки эффективно. Но сильно длительно нельзя. И тоже кто переносит, кто не переносит. Будьте очень внимательны, если нет противопоказаний. Очень часто, когда это неэффективно, мы переходим уже к более такой комплексной терапии. Блокаторы болевого импульса, антидепрессанты. Иногда доходят до того, что вынуждены назначать наркотические, безболивающие препараты. К нам на помощь приходит локальная инъекционная терапия. Блокары, как принято называть в народе. Очень эффективные. В этом случае стоит обратить внимание, конечно же, на комплексные, получается, сочетания лекарств. И обратить внимание также на локальную инъекционную терапию ботонистическим токсинам. Действительно, ботоксом очень эффективно, действительно помогает. Есть также метод стимуляции нерва, но в целом это методика в большей степени обезболивания, не лечения. Поэтому рассматривать активно мы эту методику не будем. Все хирургическое лечение направлено на декомпрессию, повторюсь. Поэтому есть свои сложности, есть свои, получается, противопоказания. Поэтому, если вы уже прошли, и это действительно все методы вам неэффективны, тогда стоит обсудить эту методику лечения. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам, задавайте свои вопросы, делитесь этим роликом в социальных сетях, чтобы не вводили в заблуждение вас и ваших близких. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, встретимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok